Здравствуйте! Это новости на телеканале ННД, в студии Махач Курбанов и материал моих коллег. Коротко о главном. Все средства из Москвы в Дербент будут брошены на развитие инфраструктуры. С планом развития древнего города в ходе визита ознакомился председатель правительства России Михаил Мишустин. Шатер Рамадана открыт каждый день для тысяч верующих. Депутаты Народного собрания во главе с председателем Хизри Шихсаидовым и духовным лидером мусульман Шейхом Ахмадом Афанди также приняли участие в совместной трапезе. Подробнее о мероприятии сегодня в выпуске. Дагестанский легкоатлет-колясочник Мусат Аймазов готовится к Паралимпийским играм и идет к цели за Каляй и без того сильный характер. История спортсмена в спортивном блоке. На развитие Дербента потратят 330 миллиардов рублей. С планом развития древнего города, который по оценке экспертов составит 330 миллиардов рублей, ознакомился Михаил Мишустин. По словам мэра Дербента Рустамбека Пермагомедова, средства, выделенные Москвой, будут направлены на развитие всей инфраструктуры. Это и на архитектуру, на жилищную, комплексную застройку и возведение коммерческих объектов, а также религиозных организаций. Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что большой объем инвестиций, вложенных в город, требует общественного контроля. Помимо этого, Мишустин осмотрел строящийся детский сад в Каспийске. В ходе осмотра премьер-министр встретился с многодетными матерями. В беседе с ними он отметил, что Сергей Меликов предлагает все усилия для ликвидации третьей смены в школах региона. Также премьер-министр подчеркнул, что и местные жители, и семьи военнослужащих Каспийской флотилии должны быть обеспечены хорошими социальными условиями, в том числе садиками и школами. В Махачкале продолжаются работы по высвобождению тротуаров. Мероприятия по демонтажу незаконных построек пройдут поэтапно на территории всего города. Мэрия Махачкалы призывает владельцев коммерческих и частных объектов подумать об удобстве граждан и внешнем облике столицы. В противном случае специалисты отдела по вопросам координации капитального строительства проведут снос незаконных пристроек в установленном порядке. Но стоит отметить, что некоторые предприниматели сами изъявляют желание привести в порядок тротуарную зону. Ну я вижу, что это неудобство людям приносит, поэтому думаем, раз надо, город приводят в порядок, сделаем мы тоже, уберем. Ну и другим, я считаю, не стоит ругаться, нервно к этому относиться, надо с пониманием отнестись и самим уже демонтировать, аккуратно убрать, заранее обдумав поменять. Выявление неплательщиков. Инспекторы ГИБДД провели рейд вместе со служебными приставами и буквально вылавливали должников в дорожном потоке. Принцип налаженной работы двух служб с легкостью помогает выявить этих самых неплательщиков. Рейды проводятся с помощью специальной камеры дорожных пристав. Среди десятков и сотен проезжающих мимо машин камера находит транспорт должников по госномерам. При обнаружении машины должника мгновенно всплывают данные нарушителя и сумма долга. Через несколько сотен метров должника ждут патруль и порядка десяти приставов. Рейдовые мероприятия на выявление задолженности у нас. Вот за собственником этого транспортного средства числятся долги, налоги на большую сумму 271 тысяч рублей. Как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В ходе рейдовых мероприятий приставам за месяц удалось взыскать у неплательщиков более 14 миллионов рублей. По словам приставов, также мероприятия будут проводиться и дальше. Большое внимание уделяется как руководствам республики, так и руководствам управления Федеральной службы судебного пристава по республике Дагестан именно по взысканию штрафов ГИБДД, по взысканию налоговых платежей. Но опять-таки, кроме взыскания данных категории исполнительных производств, мы работаем и с должниками иных категорий. Это и с алименчиками, это и по кредитным платежам. Шатер Рамадана – ежегодная благотворительная акция для верующих. Тысячи людей ежедневно по завершению поста совместно принимают трапезу. На этот раз мероприятие посетили депутаты Народного собрания республики во главе с председателем Хизри Шихсаидовым и духовным лидером мусульман Шейхом Ахмадом Афанди. Подробнее в следующем сюжете. Время вечерней молитвы, а значит, можно принять пищу и утолить жажду. В центральной джимой мечети столицы совместно разговариваются более трех тысяч верующих. И это абсолютно бесплатно. Любой желающий может прийти в шатер Рамадана, покушать людей сытым. Это, в свою очередь, новые знакомства, новые друзья, сближения, братства. То есть в наших шатрах всегда царит атмосфера братства, единства. На столах традиционно горячее плов, финики, соки и фрукты. Десятки волонтеров помогают накрывать столы и ухаживать за посетителями. В шатер приходят студенты, рабочие, те, кто не успел попасть домой, да и все желающие, независимо от нации и вероисповедания. Короче, могу сказать, это очень-очень красиво здесь. Как бывает, мне кажется, как я уже домой, уже в Индии. Но это кажется, как мы все одна семья. Поэтому очень-очень нравится. Очень люди, очень красивые, прекрасные. Язык очень-очень хороший. Это очень красиво, да. Да, мне нравится сюда, в Дагестан тоже хорошо. Здесь все нормально. Перед разговением в шатре проходит просветительское мероприятие. На этот раз среди почетных гостей депутатский корпус и духовный лидер мусульман. Хизриших Саидов со своей командой взяли на себя обеспечение едой верующих во второй день поста. Хочу всех поздравить с этим священным месяцем Рамадан. В этот месяц Аллах нам прощает наши грехи, принимает наши молитвы. Дай Аллах, чтобы над Дагестаном, над мусульманской умой был всегда мир и благодействие. В прошлый год Аллах нам показал, что все по воле Аллаха, и если Ему не угодно, даже Ихтари, Ураза Байрам, Харь, все отменил. В моем понимании он нам показал, что мы признали, что это все от Всевышнего зависит. И чтобы мы каждый раз благодарили Аллаха за то, что в этом году, даже если сегодня Аллах нам дал, открывать Уразу вместе. За это, алхамду и ля. Завтра даст или не даст, это уже второй вопрос. Вот, хайди день, чтобы мы благодарили Аллаха. Кухня здесь работает практически круглосуточно. Шатер Рамадана кормит верующих не только после вечерней молитвы, но и перед рассветом. Ведь мусульманам предстоит держать пост весь день. Помимо этого, сотрудники фонда «Инсан» оказывают адресную доставку еды на ифтар остро нуждающимся семьям. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарцев, телеканал ННТ, Махачкала. День донора пройдет в Махачкале 20 апреля. Акция по сдаче крови состоится на территории Дома печати. С 9.00 до 13.00 будет осуществляться прием крови в мобильном комплексе. Помимо этого, отделение Красного Креста проведет мастер-класс по оказанию первой помощи. А волонтеры-медики расскажут о необходимости донорства. Пенсионный фонд Дагестана призывает владельцев материнского семейного капитала не поддаваться панике в свете последних видео о вращении в социальных сетях о якобы существующих сроках в распоряжении средств. В ведомстве поясняют, что эти изменения касаются только матерей, написавших заявление о направлении средств маткапитала на накопительную пенсию. По данным Пенсионного фонда Республики, в Дагестане нет ни одного такого заявления. Центры занятости Минтруда Дагестана трудоустраивают выпускников вузов. Накануне на базе технического университета Центр занятости Каспийска провел ярмарку вакансий. В качестве работодателей были приглашены крупные заводы и предприятия. Ярмарку посетили более 25 выпускников-студентов. Им предложили свыше 30 вакансий по специальностям для дальнейшего трудоустройства. Все участники ознакомились с госуслугами Центра занятости населения. Работодатели провели беседу со студентами, ответили на все вопросы, касающиеся трудоустройства, а также обозначили наиболее важные навыки, необходимые в профессиональной деятельности. Такую же ярмарку для выпускников педуниверситета провел и Центр занятости Махачкалы. И о спорте. В Дагестан с наградами из Абудаби домой вернулись триумфаторы чемпионата мира по джиу-джитсу, прошедшего неделю назад в столице Арабских Эмиратов. В числе призеров помощники муфтия республики Идриса Садулат и Ахмат Надербегов. Общее же число медалей, заработанных дагестанской командой – три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая. Разделить радость победы с триумфаторами приехали их самые преданные болельщики. Для религиозных деятелей регулярные тренировки, основа здоровья и наилучший вид отдыха. Наткнулся на слова Алия Асхаба, и эти слова меня смотивировали. То есть, чтобы побуждающие заниматься развлечением, когда утомляют сердца, заниматься развлечением, но развлечением, чтобы было полезным, со смыслом. Ну, более подходящий этим словам, чем спорт, я не нашел и решил заниматься. Поздравить богословов с успешным выступлением приехали сотрудники муфтията. По их словам, победы богословов служат ярким примером для молодежи в том, как вести здоровый образ жизни. Не обязательно, чтобы они там достигали каких-то высот спорта, и чтобы это их мотивировало не приближаться к каким-то пагубным явлениям, не приближаться к наркомании, не приближаться ко всему мирскому на сегодняшний день, чтобы они нашли себя в жизни, чтобы ставили перед собой цель, достигали этой цели, да, как нам продемонстрировали наши братья. Поэтому больше важна не сама медаль на шее, а тот результат для молодых людей, которые будут брать этот пример. Путь к мечте. Дагестанский легкоатлет-колясочник Муса Таймазов выступит на Паралимпийских играх. В 20 лет он потерял возможность ходить, но позже приобрел мечту и возможность стать лучшим в мире. История метателя-рекордсмена в сюжете Курбана Рагимова. До начала Паралимпиады больше четырех месяцев. Сейчас все занятия идут по намеченному плану. Силовые тренировки чередуются с метанием клаба. В дни, когда работать на стадионе мешает ветер, метать снаряд приходится в манеже. Как и многие дагестанцы, в юношеские годы Муса Таймазов пробовал себя в единоборствах, но в 20-летнем возрасте с ним произошел несчастный случай. Разрыв спинного мозга на реабилитацию ушло 6 лет. Однако после он нашел в себе силы вернуться в спорт. С 2010 года Таймазов играл в регби на колясках, побеждал на чемпионатах страны, а спустя 8 лет мужчина решился на новый вызов. Сначала я думал, что я там могу сделать. Представление имел диск, ядро, копье, но его надо держать, чтобы метнуть, толкнуть далеко. Его надо держать. Я пришел, мы попробовали, у меня из этого ничего не получилось. Потом тренер, к которому я обратился, он мне сказал, приходи завтра, что-нибудь придумаем. Я пришел завтра, на следующий день, и мой класс, это оказался клаб. Это, короче, снаряд, на русском называется булава, на европейском называют его клаб. Вот, его надо метнуть, чем дальше, тем лучше. Метать 400-граммовый клаб Таймазов умеет лучше всех в России. Четыре раза он переписывал свои же рекорды. Последний – 30 метров, 48 сантиметров. Пока самая ценная медаль в карьере – это бронзный чемпионат мира, но на Паралимпиаде в Токио 37-летний атлет намерен прыгнуть выше головы. Мусани представляет свою жизнь без спорта и уверен, что упорный труд не пройдет даром. Я понимал, что я влип. Когда меня уже прооперировали, все, я лежал. Я понимал, что это надолго и, может быть, навсегда. Я смотрю вокруг, как люди всяких результатов добиваются. Не обязательно такие, как я, много всяких есть. Есть слепые, есть здоровые. Просто на них смотрю, реально кто пашет, они результаты добиваются. Дисциплина и профессиональный подход – вот что отличает Таймазова от других атлетов, рассказывает тренер Альберт Рзаев. Три года занятий легкой атлетикой для колясочника – слишком короткий срок, поэтому каждая тренировка и турнир дают ему новый опыт. Через неделю спортсмен выступит на всероссийских соревнованиях. Практически с первого года, я не могу сказать, с первого года он держит режим, режим питания, режим сна, потом режим образа жизни, очень много чего поменял, поэтому с тех пор мозг практически в больнице не лежал. Единственное, коронавирусом, когда переболел в таком легкой форме, до сих пор с того первого дня, как мы начали заниматься, до сих пор экспериментируем, проверяем разные методики. Сам снаряд, естественно, не меняется, остальные моменты проводим в самое удобное положение для него. Муса нашел себя в спорте. Его пример показывает – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата сильнее полностью здоровых. Эта сила и приводит их к большим победам не только в спорте, но и над собой. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все к этому часу. Оставайтесь с ННТ. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего доброго. До свидания.